Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнеры компании A-Markets. Меня Артем, по традиции, сделаю для вас анализ с точки зрения ВСА, анализа и прайс-экшена. Посмотрим вами топовые ключевые активы, я отвечу на ваш вопрос. В общем, будет приятное времяпровождение. Присоединяйтесь. Начнем мы, наверное, с VTI. Мы подошли к верхней границе канала. Это огромный-огромный такой флетовый коридор. Если помните, мы его обозначили буквально месяца полтора тому назад. Мы подошли к верхней границе и все это время пытались заработать, собственно говоря, на покупках. До этой границы. Сейчас мы подошли как раз-таки именно к верхам, к уровню 59.67. И на данный момент ситуация немного неопределенная. Как мы видим, мы хотя и подошли на повышенных бычьих объемах, тем не менее у нас появляются медвежьи объемы, что явно свидетельствует о том, что у нас находится сейчас столкновение интересов на уровне 59.67. И дальнейший исход пока еще не ясен. При пробое уровня 59.45 я рекомендовал бы вам все-таки продать данный инструмент, поскольку мы будем продавать от верхней границы данного флета. И здесь сформируется такой, собственно говоря, локальный уровень. Еще раз повторяю, 59.45. Если мы его пробиваем вниз, то, соответственно, можете смело продать до уровня 55.63. Это будет означать, что мы снова зайдем в этот флетовый канал, флетовый коридор, и будем торговаться в рамках большого-большого флетового канала. Если мы на следующей неделе пойдем выше, дойдем примерно до уровня 60.30, и начнем откатывать в обратную сторону, к уровню 59.67. Рекомендовал бы вам прикупить данный инструмент с удержанием вашей позиции до уровня 60.79 и выше. Вот куда выше, пока еще затрудняюсь сказать, поскольку на данный момент мы все-таки имеем такие локальные максимальные точки. Но вот есть у нас уровень 60.79, давайте будем придерживаться его. Перейдем к следующему инструменту. Это, конечно же, золото. Золото у нас торгуется в рамках определенной обычаи и, собственно говоря, тенденции. Но мы видим некоторое падение, которое сформировано новостными параметрами. Причем обратим внимание, что это падение достаточно мощное, но рынок уже его, в принципе, по большому счету отбил. Что явно свидетельствует о том, что в рынке у нас есть очень сильные быки, которых сейчас, мне кажется, начнут потихонечку водить, собственно говоря, на стопы. Я это говорю к тому, что все-таки я больше склоняюсь к тому, что данный инструмент начнет валиться вниз, поскольку мы все-таки находимся в рамках большого-большого флетового коридора, который мы тоже обозначили. Примерно верхняя граница этого флетового коридора – это уровень 14.67.97, если помните. И сейчас мы как раз-таки находимся у данного уровня. Здесь примерно точно так же, как и с VTA. Если мы пробьем уровень 14.79.59, вы можете смело продать данный инструмент. Это будет означать, что мы по-прежнему будем торговаться в рамках такого большого флетового коридора, флетового канала, огромного флетового канала. И, в принципе, можете удерживать данную шартовую позицию до уровня 14.67.56 или, в принципе, ниже. В случае, если мы пробьем уровень 14.76 и дойдем примерно где-то до уровня 14.80, начнем откатывать вниз, вы можете, в принципе, немножко прикупить данный инструмент. Я имею в виду вот такой сценарий. Вы можете прикупить данный инструмент с удержанием дальнейшей позиции до уровня 14.84. Покупать, разумеется, нужно на откате, то есть не на обом. Или выше. Выше это уровень у нас находится 14.95. Но я думаю, что мы где-нибудь посерединке здесь найдем точку опоры, начнем так же валиться вниз. Я бы не рекомендовал вам сейчас обращать внимание на вот такую бычью тенденцию. Эта бычья тенденция стала уже всем понятна. И вполне вероятно, что если она стала всем понятна, конечно же, мы начнем, собственно говоря, ломать эту тенденцию. Давайте теперь перейдем к биткоину. Биткоин подошел к локальному уровню 7000. Это уровень, где у нас находятся покупатели. Если помните, мы его обозначили опять-таки несколько, собственно говоря, недель тому назад. Мы опять подошли к этому уровню. И сейчас вполне вероятно у нас происходит столкновение интересов, если этого покупателя выкупят, что на самом деле вряд ли. Мне кажется, что его не выкупят, поскольку здесь достаточно мощный уровень 7000. Даже некий диапазон 7080-7000. То есть вот некий диапазон. Давайте его с вами немножечко я начерчу его. Примерно вот такой где-то диапазон. Здесь у нас находится зона определенного покупателя. И вполне вероятно, что здесь у нас будет, соответственно, отскок от этой зоны. Но для того, чтобы быть в этом очень уверенным, нам необходимо подождать, пока у нас начнется распределение в обратную сторону. То есть пока у нас рынок начнет расти в обратную сторону. Когда подобное происходит, мы сможем смело прикупить данный инструмент с удержанием позиции до уровня 7405-7500. То есть примерно вот сюда. Но будем придерживаться все-таки уровня 7405. Это такой железнодобетонный уровень, до которого мы можем, в принципе, дойти. Если мы говорим о шортах и о продажах. Продавать, на мой взгляд, еще немножечко рано. Вам необходимо дождаться продолжения дальнейшего движения вниз до уровня 6972. И, в принципе, на большом, собственно говоря, на большом волатильном движении вниз продать данный инструмент. Несмотря на то, что вам будет казаться это такой высокорисковым, собственно говоря, делом. Тем не менее, в принципе, можно пренебречь здесь рисками, поскольку дальнейшее падение будет очень мощное. Это до уровня 6807 и ниже. Вот куда ниже, опять-таки, нужно будет немножечко подождать, поскольку все-таки я склоняюсь к тому, что мы пойдем еще ниже. Но вряд ли до 5000, конечно. Но здесь ближайший, следующий уровень. Это, конечно же, уровень 6435. Но я думаю, что мы, в принципе, так волатильно не упадем. Я все-таки склоняюсь к тому, что рынок начнет отрастать от этого покупателя. Это было бы очень хорошо, поскольку здесь у нас формируется такой, если вы обратили внимание, такой большой-большой громадный, собственно говоря, треугольник. И пока мы торгуемся в рамках этого треугольника. Хотя многие технари говорят, что треугольник – это фигура продолжения. На мой взгляд, это нифига не фигура продолжения, это фигура неопределенности. Но пока есть такая возможность, торгуете в рамках этого некого треугольника. И если мы пробьем этот треугольник, понятное дело, что вот у вас есть следующий уровень 7405 и 7597. Итак, перейдем к следующему инструменту. Это, конечно же, иена. Иена дошла до нашей верхней границы. Все происходит с точности, как, собственно говоря, предвещал и ванговал Артем Звездник, то есть ваш покорный слуга. В принципе, этот анализ, который мы проводили до того, как он до сих пор жив в рынке, мы до сих пор торгуемся в рамках этих определенных диапазонов, дошли до уровня 109.683 и, в принципе, начали откатывать в обратную сторону. Что здесь делать? Если мы смотрим, собственно говоря, на объемы, у нас стали медвежьи объемы превалировать. Более того, у нас стали появляться большие медвежьи объемы. Причем они достаточно хорошо реализованы. То есть у нас нет глубокого коррекционного отката в обратную сторону. Более того, мы видим попытку быков сопротивляться. Вот здесь у нас есть попытка быков сопротивляться, которая ни к чему не приводит. Это означает, что у нас в рынке до сих пор остается потенциал движения вниз. И, в принципе, если рассматривать этот потенциал при пробое уровня 109.228, это такой локальный уровень, можете продать данный инструмент до уровня 108.871 и 108.602. В целом сказать, я думаю, что где-то на уровне, в неком диапазоне 108.871 и 108.795 мы остановимся. Начнется коррекция, но до этого нужно немножечко дожить. Все-таки предвещаю я здесь некоторые продажи, поскольку данный инструмент, он явно сильно задрат. И сейчас у нас появились очень мощные медведи, которые явно, конечно же, в рынке будут доминировать. И, конечно же, они постараются привести данный инструмент немножечко ниже. Более железобетонный, конечно, уровень, если мы рассматриваем такие серьезные продажи. Это уровень 109.148, немножечко ниже вот этого локального уровня, который я рассказал вам раньше. Вы можете здесь дождаться пробоя данного диапазона, но тогда ваш тейк-профит будет с точки зрения математического, с точки зрения, собственно говоря, мат ожидания, это уровень 108.602. Я бы не рекомендовал вам сейчас покупать, вот если мы говорим о покупках, то покупки начнутся при пробое уровня 109.683. Вот тогда уже можно будет говорить о покупках, пока еще слишком рано. Цена очень сильно задрата и, конечно же, она требует определенного отката. Приходим к следующему инструменту, это SP500. Вот SP500 нашел некий определенный диапазон, сверху на уровне 3182 образовалась определенная планка. Давайте с вами перейдем на дневки. И этот уровень, эта планка, которая здесь, собственно говоря, видится, конечно же, она имеет место быть в рынке, но я бы не стал на вашем месте, собственно говоря, вешать нос. Если помните, я вам говорил, что это SP500, дамы и господа, и здесь единственная тактика сейчас, это, собственно говоря, покупать данный инструмент. Мы его покупаем от уровня примерно 2900, когда он еще стоил. И вот мы покупаем, покупаем, покупаем. Но, в принципе, все у нас остается то же самое. В принципе, логика покупок у нас до сих пор остается. Но меня смущают вот эти бычьи объемы, которые здесь, как вы видите, не толком не реализовались. Более того, у нас выстреливают эти бычьи объемы. Следующая свеча у нас появляется, медвежья, с таким же большим объемом. И здесь она больше реализовалась. То есть у нас есть некий больший диапазон. Мы видим определенный потенциал, определенная коррекция, которая здесь формируется. Эта коррекция прямо видится к уровню 3150. И если мы говорим о таких некоторых докупках, в принципе, можно докупить данный инструмент при движении к уровню 3150. И даже ниже. Я бы вам, знаете, здесь поставил бы некий такой диапазон. Это диапазон между 3150 и 3141. То есть вот в этом диапазоне, это диапазон покупок, где вы можете докупить данный инструмент. Если мы говорим о продажах, я бы сейчас, дамы и господа, не продавал данный инструмент. Только при пробое 3170-3127 я бы еще подумал бы о том, чтобы продавать данный инструмент. Поскольку все-таки это SP500. Все-таки мы имеем определенный хайп вокруг данного инструмента. И, конечно же, он сильно двигаться вниз не будет. Используйте любые коррекционные откаты, любые движения вниз, именно для докупки ваших лонгов. Да, сейчас у нас выстреливают медвежьи объемы. Если мы говорим о вышестоящих графиках, 4 часа, дневки и так далее. Да, вам кажется, что сейчас рынок очень сильно перегрет. Так оно и есть на самом деле. Когда-нибудь это обязательно рухнет. Но пока у нас ничего в рынке не происходит. У вас есть стоп-приказы на случай, если что-то будет рушиться. Пока в рынке нет падений, используйте возможность для докупки данного инструмента. Придем к следующему инструменту. Это, конечно же, канадец. Если говорить о канадце, здесь есть определенный потенциал. Дальнейшего, собственно говоря, нет, нет. Я вам немножечко лукавлю, немножко солгал. Я вам давайте я перейду на вышестоящие графики. Мы посмотрим, что мы здесь, в принципе, имеем. Напоминаю вам, что мы вышли с этого чертова флетового канала, флетового коридора, в котором находились очень-очень долго. Мы сделали откат к нему. Все произошло, собственно говоря, по определенному сценарию, который мы обозначили до того, как. Но сейчас мы видим, что у нас происходит немного обратная картина. Мне кажется, все вот эти вот, собственно говоря, продажи, которые здесь присутствовали, покупателю, продавец, прошу прощения, он уже вышел из позиции. У нас появляется бычий объем. Бычий объем достаточно большой. При этом у нас мы видим повышение, собственно говоря, максимальных точек. Рынок потихонечку возрастает. Его волатильность, что тоже свидетельствует о неком ближайшем, собственно говоря, развороте. И здесь говорить о дальнейших продажах я бы так, честно говоря, не стал. Помните, что если вы будете здесь продавать, вы будете продавать на тонышке. Поэтому имейте, собственно говоря, это в виду. Я бы все-таки рассматривал здесь покупки. Но для покупок нам необходимо убедиться, что рынок действительно стал разворачиваться. Что я здесь, в принципе, ожидаю? Я ожидаю некого флэтового канала, флэтового коридора. Если рынок мне покажет, что он начнет, собственно говоря, накапливать объемы для дальнейшего движения вверх, я подожду, собственно говоря, пробой уровня 1.31833. Нового пробоя. Мы сейчас его и так пробили. И, собственно говоря, резкого волатильного движения вверх. Тогда я прикуплю данный инструмент до следующего уровня 1.32669. Если у нас не будет флэтового коридора, флэтового канала, а в понедельник мы, собственно говоря, откроемся именно волатильным движением вверх, то есть мы и дальше пойдем, допустим, вот подобным макаром, собственно говоря, вверх, то, в принципе, можно прикупить данный инструмент от некой коррекции от уровня 1.32154. Мы дождемся коррекции. Тогда прикупим данный инструмент до уровня 1.32669. Если говорить о продажах, продажи, на мой взгляд, слишком рискованное мероприятие в данном инструменте, и я бы продажи здесь не рассматривал. Да, инструмент может немножко уйти в продажи, но, тем не менее, в общем-то, от греха, что называется, подальше. Поэтому продажи я здесь даже не планирую. Все-таки здесь я больше планирую определенные покупки. Более того, мы видим же у нас есть потихонечку медвежий объем у нас снижается, бычий объем у нас нарастает, и, конечно же, это все у нас свидетельствует о том, что рынок все-таки пойдет наверх. Перейдем к следующему инструменту. Это, конечно же, фунт. Давайте я здесь обозначу определенные ключевые точки. Как мы видим, мы пробили максимальные, собственно говоря, границы. Мы сделали определенный перехай данного инструмента. Но пока еще говорить о глобальном перехае слишком-слишком рано. И пока мы имеемся именно, вот, именно, как знаете, как некое начало этого перехая. Мы подошли к уровню 50, собственно говоря, процентов, собственно говоря, вот этого движения. Давайте мы наложим здесь сетку Fibonacci для того, чтобы посмотреть. Дети примерно 50%. Ну, в принципе, в принципе, мы подошли к этому уровню 50%, но немножечко еще не дошли. В сетку Fibonacci накладываем не для того, чтобы по ней торговать, а для того, чтобы найти просто банально некоторую середину. На мой взгляд, на данный момент мы видим некий выход, собственно говоря, вот этого покупателя, который здесь присутствовал. Этот покупатель вполне мог сейчас выходить из позиции. И поэтому давайте дадим данному инструменту просто немножко устаканиться в ближайшие несколько дней. И на следующей неделе я сделаю тогда уже этот анализ. Давайте пока не будем торговать данный инструмент, поскольку на данный момент, мне кажется, ситуация очень сильно неопределенная. Мы пробили последний максимум, мы пробили очень-очень волатильно, и все это должно устаканиться. Я редко говорю, давайте не будем торговать что-то, но вот здесь вот так и просят сказать, давайте не будем торговать данный инструмент. Хоть и подошли к 50%, здесь и так и просятся купить. Нужно понять, что данный инструмент находится в огромном дисбалансе. И когда у нас есть огромный дисбаланс, помните, что это обычно чревато для вашего уровня риска. И как следствие, это приведет вас напрямую к потере. Если мы говорим о евро-долларе, здесь ситуация немножечко полегче. Мы продолжаем торговаться в рамках дальнейшего движения вверх. Более того, мы видим определенное трендовое движение наверх. Но это трендовое движение вверх усилилось. Сейчас медведи у нас берут преимущество. У нас обычаи объемы снижаются, но при этом медвежьи объемы резко-резко увеличиваются. Более того, у нас увеличивается волатильность на движении вниз. И здесь есть другая ключевая область. Если помните, у нас была ключевая область. Это область уровня 1.10.373. Сейчас у нас есть уровень 1.10.998. И в случае, если мы пробиваем данный уровень, в принципе, можете продать данный инструмент до уровня 1.106.48. Я имею в виду вот подобный, собственно говоря, сценарий при пробое данного инструмента 1.106.48. То есть примерно вот где-то здесь. Если мы говорим о таких более-менее долгосрочных позициях, долгосрочных, собственно говоря, продажах, то ждите, собственно говоря, движения вниз и пробоя уровня 1.107.75. То есть примерно вот здесь вот ждите некоторого флетовой коррекции, прошу прощения, резкого волатильного движения вниз. И тогда продайте данный инструмент, собственно говоря, ключевую область, вполне вероятно, мы пробьем ниже. В принципе, вы можете удерживать данную позицию до уровня 1.09.912. Я думаю, что вполне до туда дойдем, если мы рассматриваем шорты, долгосрочные шорты. Но пока на данный момент, ну как бы вот так. Если мы говорим о покупках, покупок лично я здесь еще не вижу. Я вижу все-таки здесь определенные продажи. Покупки, конечно, могут произойти, если мы пробьем уровень 1.11496. Но помните, что эти покупки, они будут с повышенным уровнем риска, поскольку рынок у нас резко выстреливает наверх. Как следствие, возрастает вероятность глубокого коррекционного отката. И как следствие, вы можете на этом денежки потерять. Поэтому будьте в этом плане осторожны и имейте это в виду, поскольку здесь у нас также будет максимальная, собственно говоря, определенные точки. У нас здесь будет хаи и сверху у нас находится достаточно мощный продавец, которого мы обозначили, если помните, пару месяцев назад, даже очень давно. Поэтому имейте это в виду. Ну как бы вот так. Можете здесь прикупить, но помните, что сделка у вас будет очень короткая и с огромным повышенным риском. Все-таки я склоняюсь именно к продажам. Перейдем теперь к вашим комментариям. Артем, вы анализируете маржевые валюты СИМИ, золото, нефть. При открытии счета на маркетсе здесь есть какие-нибудь бонусы с вашей стороны? На данный момент с моей стороны готовится обучающая программа. Она будет абсолютно бесплатной. При регистрации, собственно говоря, по моей ссылке вы будете получать эту программу абсолютно бесплатно. Она будет посвящена, ну, не буду забегать вперед, она будет кое-чему посвящена очень интересному. И, конечно же, вы получите определенные знания и определенный опыт, если вы будете регистрироваться по моей ссылке. На данный момент по моей ссылке вы сможете получить партнерский кэшбэк и также определенный бонус, который будет участвовать, собственно говоря, в просадке. Что же касается, анализирую я здесь золото, нефть и так далее. Здесь я вам могу проанализировать любые инструменты, которые вы, собственно говоря, хотите. У компании достаточно большой профиль этих инструментов, в том числе есть инструменты CFD. Огромное количество этих инструментов, поэтому, в принципе, я могу проанализировать любой инструмент. Ну, вот в свое время, когда я только начинал здесь опубликоваться, был определенный запрос у аудитории. И этот запрос я как бы улетворяю с того момента. Поэтому вы можете предлагать свои инструменты, я их проанализирую с удовольствием. Артем Красава, только в следующий раз, да, со звуком была, конечно, проблема в прошлый раз. Надеюсь, в этом плане сегодня получше. Наблюдай, не обращай. Так, в целом, отдельный респект за ответы на вопросы. Привет, Артем. Помнится, Артем Деев не так давно тоже прогнозировал падение биткоина до 5000. Но пока что все мы видим только 77,7500. Эх, биток, биток, вообще непредсказуемый. Мне кажется, ни техника, ни фундаментальный не могут направить курс биткоина. Он сам по себе, его волатильность зависит исключительно от такого рынка, от которых... Ну, собственно говоря, имейте в виду, что это специфика данного инструмента, именно, собственно говоря, волатильность данного инструмента. Так это все работает, на то он и биткоин. Биткоин, это спекулятивный инструмент, он не связан ни с инвестиционной моделью, вообще, в принципе, с инвестициями. Я бы даже не торговал его, понимаете, как бы, на долгосрок. Это чисто спекулятивный такой момент. Взять сделку, удержать ее несколько дней и выйти из этой позиции. Он подчиняется техническому анализу. У меня есть ученики, которые торгуют только биткоин. И поэтому я не вижу в этом проблемы, если вы будете торговать биткоин. Но помните, что здесь повышенная волатильность. И я всегда говорю одно и то же. Ребята, если вы умеете торговать на рынках, если вы знаете, как торговать на рынках, биткоин может вас озолотить. Если вы не умеете это делать, если вы начинающий в рынках, то биткоин, скорее всего, вас обанкротит. Имейте это в виду. Ну, собственно говоря, так оно все и продолжается. Я был рад вам помочь. Всем удачи. Зарабатывайте. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова